Здарова народ! Сегодня хочу посвятить выпуск, давно назревала такая тема, на чем играют и играли наши кумиры, наши гитаристы, которых мы уважаем и любим и слушаем по сей день, на каком калибре струн они играли. Я сам играю на разных струнах, то есть допустим у меня вот на этой гитаре стоит комплект 838 восьмерки, на ней у меня еще стоял гибеновский сет семерки, но об этом вы наверное видели уже видео многие, у меня на канале есть, можете посмотреть, если не видели. Значит вот на этой гитаре у меня 838 комплект, вот на этой гитаре, на вот этом DIN SHOWDOWN у меня стоит комплект 946, то есть довольно такой стандартный, самый распространенный, то есть 946, хотя наверное самый стандартный комплект девяток это наверное 942, 46 это уже потолще, короче здесь 946. Вот на этом Hellcaster Sheriff у меня стоит комплект 1152 на данный момент, и я так на нем играю, уже вот как только я его сделал, след у меня здесь стоит 1152, именно для такого калибра я и собирал вообще эту гитару в принципе. И вот на этой гитаре у меня стоит комплект 1256, также с компенсацией на вот этой вот 4 и 5 струне, то есть они вот эти 4 и 5 струны они меньше, то есть здесь стоит смешанный такой сет по принципу Стиви Райвона, только, но здесь стандартный строй, а у Райвона был ми бемоль, то есть на один шаг меньше. Также не забывайте, что я сотрудничаю с магазином Strucker, с магазином Pedals, и если вы там будете что-то приобретать, по-моему промо-кода The Smokers, вам там будет небольшая скидочка, и чем на всех будет больше, тем на всех будет лучше. Итак, рассмотрим же, какие струны использовали все наши любимые классики. Начнем с самого странного комплекта, который вообще мне встретился, пока я вот эту тему смотрел. Значит, смотрите, у нас есть гитарист Томми Айоми, Томми Айоми это у нас Black Sabbath, всем понятный монстр рока, у него, значит, была трагедия, у него вот эти отрезало пальцы, когда он работал на одной работе с металлом связанной, и у него протезы на руках. Вследствие вот этих вот протезов, с которыми он играет до сих пор, у него очень-очень странный комплект струн на гитаре, смотрите вообще какой. У него в радиес, значит, первая струна 8, вторая струна тоже 8, представляете, только понятно, что настроена она как обычно по стандарту, да? Третья струна 11, потом 18, 24 и 32, то есть это супер-супер вообще маленький струнный сет, супер маленький, то есть две вот эти струны, первая и вторая просто одинаковые по восьмерке, и потом такие же маленькие, то есть это обуславливается тем, что он не может в протезах нормально нажимать на струны, это вот единственные струны, которыми он может как-то орудовать. И, значит, в до диезной настройке, в стандартной до диезной настройке у него тоже комплект, конечно, тоже небольшой, 9, 10, 12, 20, 32, 42, то есть это, смотрите, тоже первая струна 9, как обычно, но опять же это для до диеза, то есть это ниже на 3 лада, чем стандартный строй ми, и тоже у него 9, потом 10 и заканчивается 42, то есть очень-очень странный комплект. Дальше у нас пойдет с вами Стиви Район, Стиви Район у нас использовал большие струны, начинал он там с обычных струн и постепенно увеличивал, дойдя уже до 13, 56, 13, 58, вот такие комплекты были. Основной комплект, по которому мы его знаем, был 13, 58, то есть первая струна 13, вторая 15, потом 19, но 19 без намотки, потому что если вы посмотрите 13 комплект, они уже идут для акустических гитар, и третья струна идет с намоткой. Здесь нет, здесь вот эта 19, она без намотки. Потом идет 28, 38, 28, 38, они идут маленькие вот эти струны, они идут для компенсации того, чтобы хоть как-то возможно было играть на этом сете. То есть если, конечно, поставить полный сет 13, 58, это, конечно, будет очень-очень по-дубовому, поэтому нужны струны для компенсации, чтобы как-то вот эту напряженность снизить. Ну и играл у нас в настройке ми, бемоль, как известно, то есть минус один шаг. Его вот этот блюзовый тон мы и знаем, он нам известен, поэтому вот именно по такому звуку вот этих вот больших струн. Так, дальше. Джимми Хендрикс у нас играл на небольших струнах, на 9, 38 он играл комплект, но есть у него и такой как бы именной сет, он собран из разных совершенно струн. Он у нас с 10 по 38. Первая струна 10, вторая 13, 15, 26, 32 и 38. Вот такой вот странный сет. То есть, наоборот, вот эти вот струны, которые тоненькие побольше, а вот эти вот, которые 4, 5, 6, они как будто бы поменьше. То есть вот такой интересный сет. Чак Берри, рок-н-ролльщик у нас известный, играл на маленьком сете струн, то есть у него стояла восьмерка. В принципе, когда он играл, они поэтому так у него и извинили, отдавали таким дребезгам, что ли, я не знаю. Ну то есть, когда вот восьмые струны, если будешь атаковать вот так вот, более-менее поприличнее, они так вот, в принципе, как колокольчики будут позвенивать. Джимми Пейдж у нас тоже был любитель маленьких комплектов, то есть он играл на восьмерке и на девятке, на стандартных комплектах 8 и 9. Эдди Ван Халлен у нас использовал тоже один и тот же сет струн, это у нас было 9 и 40. 9, 40. Вот такие вот струны. Пойдем в металлику. Теперь Джеймс Хэтфилд у нас в основном играет на комплекте 11, 48. Даже есть что-то типа именных струн его у Эрни Болл, то есть они такой комплект вы можете тоже купить. 11, 48. То есть, ну понятно, он играет всегда рифы, то есть его, конечно, играть рифы посочнее, помощнее на большом комплекте струн. Ну и также он использовал девятку когда-то раньше. Кирк Хаммед у нас использует смешанный сет из двух сетов струн, то есть это Эрни Болл у нас струны, то есть это у нас первые три струны от комплекта 10, то есть, собственно, первая струна десятка, а вторые три толстые струны от комплекта 11. Ну, то есть на десятке, понятно, играть соляки и на более толстых струнах играть рифаки, то есть у нас металлика у нас играет на более-менее таких жирненьких струнах, то есть это тоже не девятки. Биби Кинг у нас тоже известен тем, что он любил небольшие сеты струн, он играл и на восьмерке, но в итоге у него получился его вот этот подписной сет, он есть и продается тоже. Это у него десятка, это у него, по-моему, 10-54. Даймбек Даррелл, любимый наш и мой, он у нас использовал конкретные стандартные девятки, девятый сет для стандартной настройки для ми, и потом он уже использовал и десятый комплект стандартный, и одиннадцатый комплект стандартный для низких строев, потому что когда он уже начал играть в дэмэдж план, они там совсем конкретно опустились уже, и они играли в одиннадцатом комплекте. А вообще у него еще есть комплекты тоже смешанные, где у него толстые струны стоят от десятого комплекта, а тонкие струны стоят от девятого комплекта, потому что у него была же еще вот эта дроп Ди, тоже настройка, да, то есть дроп Ди, вот это вот дроп Ре, и там у него иногда было, что у него все-таки были девятки, а толстые струны были из десятого комплекта. Марк Нопфлер у нас играл на девятом комплекте, и на восьмом тоже, по-моему, он поигрывал, то есть он любитель маленьких комплектов, у него была стандартная девятка. Эрик Клэптон у нас играет на одном и том же комплекте 10.46, его он не меняет, на нём он и играет. И за ним тоже Дэвид Гилмор, тоже примерно такой же комплект, у него идёт 10.48, вот так вот, то есть даже у Гилмора всё-таки это не 9, и вот эти все его подтяжки, они всё-таки делаются на 10 комплекте, как ни странно. Джо Перри, один из моих любимых гитаристов, он с молодости начинал со стандартного комплекта 10, потом в итоге с годами он пришёл к стандартному комплекту 9, и сейчас, сейчас последние концерты, он играет на стандартном комплекте 8, то есть Джо Перри сейчас у нас вообще играет на восьмёрке. Очень удивительный этот факт, но тем не менее. Значит, самое интересное, что Мальком Янг, Мальком Янг, он играл свои рифы на струнах 12.56 и 12.58 аж даже. То есть Мальком Янг, у него струны стояли большие, практически как у Райвона, и вот Мальком Янг у нас играл рифы, плюс у него дистошена была намного меньше, так скажем, вообще вот этого гейна, то есть такой ближе, всё-таки ближе к такому чистому звуку у него были вот эти рифы все, поэтому видите, как у ACDC хитро сделано всё. У него вот это вот конкретные все ритм партии, они всё-таки на толстяных струнах у ACDC идут. А Мальком Янг, он играет на стандартной девятке, то есть по-моему 9.42, стандартный сет 9.42, ну потому что он играет соло и вообще он шоумен на сцене. А Мальком Янг, смотрите, на 12.56, 12.58 комплект. Интересная, кстати, схема. Зак Уайлд у нас играет на комплекте 10, на стандартном, на десятке. Стив Вайлд у нас играет на стандартном комплекте 9, и иногда он играет на десятке, это в пониженных строях, и у него же ещё есть семиструнные гитары, и семиструнные гитары тоже там, стандартный семиструнный сет тоже 9. Но ещё я такую про него читал информацию, что Стив Вайлд у нас не любит новые струны. Он любит струны поезженные, такие уже, короче, конкретные БУ. То есть он не любит вот это дребезжание новых струн, ему именно нравится, как звучат струны старые. Есть вот такая информация, но не знаю. Но, в принципе, можно его понять, он в основном играет на дистошене, ему, наверное, нравится, когда в дистошене нет никаких призвуков вот этих новых струн, потому что всё-таки новые струны, это, конечно, они нужны, когда вы играете ближе к чистому звуку, естественно. Джо Сатриани, учитель его великий, также играет на стандартном комплекте 9, и как он даже говорит о всех интервью, он говорит, я вообще, вот, мне нравится конкретно стандартный 9 комплект 9.42, я всю жизнь на нём играю, мне вообще это полностью устраивает, я ничего не хочу менять, не экспериментировать. Это у нас Джо Сатриани. Марти Фридман играет у нас на комплекте 10, тоже может показаться вроде Марти Фримен любит у нас, может быть, 9-ку или даже 8-ку, как мне иногда казалось, нет, у него такой стандартный 10 комплект. Джо Банамаса, блюзмен нашей современности, он играет на комплекте 11.52, ровно, кстати, такой же комплект, который сейчас стоит у меня на моём чёрном страте, вот на этом хеллокастер-шериф. Так что Джо Банамаса я могу полностью прям понять, примерно, какие ощущения в гитаре он испытывает. Кит Ричард у нас играет на комплекте 11.42, ну плюс ещё у него вот этот телекастер пятиструнный, то есть там даже нет шестой струны, то есть 11.42, наверное, имеется в виду то, что 42 – это, наверное, и есть пятая струна. Это ещё мы к этому вернёмся. Янги Мальмстен, любимый и уважаемый всеми, у нас всю жизнь играет на восьмёрках. Это у нас комплект 8, и толстые струны чуть потолще – 48. То есть не 8.38, а вот 8.48. И играет он очень жёстким медиатором, то есть жёсткий медиатор по тоненьким струнам, как я и сам выяснил за этот год, это очень интересная комбинация, в чём я его и поддерживаю, и понимаю. Брайан Мэй у нас играет на стандартном комплекте 9, и иногда вот эти толстые струны он опускает аж до 34, то есть даже не 38, а 34, то есть очень-очень тоненькие вот эти вот толстые струны, которые. А в основном это вот стандартные сеты 9, и толстые струны, вот они чуть поменьше у него обычно. Франк Запад, такой гитарист, если помните, он играет на комплекте 9.42, плюс он ещё играет на комплекте 8, на стандартном восьмом сете, и вот этот вот восьмой сет, по-моему, 8.38 тоже. Я его устанавливал на свою гитару, на свой вот этот вот лес полжёлтый. У меня где-то есть видео, как раз я эти струны обозреваю, такие золотые. Ещё хорошие струны, нормальные, выглядят красиво, то есть это имено его сет, он восьмёрка. Джон Фрущианте, великий, он у нас играет на стандартном комплекте 10. Том Морелла у нас использует струны 9.46, и иногда он использует 10.46, с верхней большой струной из 56, но для пониженных строёв, естественно, то есть у него дроп-би даже какие-то гитары есть, то есть вот там как раз стоят десятки. А в основном мы знаем Тома Морелла по комплекту стандартному 9.46. Очень интересный комплект струн, у нас ещё использует Ричи Блэкмор, оказывается, он играет нас на струнах 10.42, но, смотрите, у нас идёт там первая струна у него 10, вторая струна 11, третья 14, 26, 36 и 42, то есть толстые струны, как обычно, от комплекта 42, а первые три струны, первые три струны, то есть они получаются тоже смешанные, то есть смотрите, первая струна десятка, вторая струна одиннадцатая, то есть это нужно тоже докупать струн, если вы хотите такой сет, как у Ричи, надо тоже немного поморочиться собрать такой сет. Ну и слэш, господи, чуть не забыл про слэши, слэш у нас играет на комплекте, как вы думаете, каком? Я вот тоже был удивлён, когда узнал. Я почему-то всю жизнь думал, что слэш у нас играет на стандартной девятке, ну может быть на десятке максимум. Нет, оказывается, он у нас играет на стандартном комплекте 11.48, представляете? Нижняя струна у слэша у нас 11, 11.48, то есть все вот эти подтяжки, все его известные вот эти вот мелодии, вообще весь слэш, собственно, это у нас оказывается 11.48. Такое небольшое удивление у меня, связанное с этим. Итак, на этом всё. Может быть, кого-то я забыл, я, конечно, не брал очень много металлических групп сюда, там таких как Slayer и так далее, но этот список, сами понимаете, он может быть просто бесконечным. Надеюсь, было интересно. Как вы видите, нету какого-то конкретного, такого стандартного совета, что использовать, то есть кому как лучше, кому как удобнее, те струны они и использовали, то есть, ну, мы их знаем, любим все, и они все делают, и делали прекрасную музыку, то есть тут уже независимо от струн это, тут уже как человек играет, что он чувствует, и то, что он может дать, так скажем, этому миру. Так, надеюсь, было интересно, увидимся с вами в следующих видео, они не за горами. Всё, до связи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok